Сразу 10 сельских школ республики в ближайшие два года получат деньги на капитальный ремонт. 150 миллионов рублей – рекордные вложения в сельское образование. Выделяют по федеральной программе фактически половину – 70 миллионов. Получают две школы в Орджоникизовском районе. Насколько сильно в них ждут заветного ремонта, узнал Константин Кравцов. Разбитая стекло. То есть мы его пытаемся, мы заменяем его. Но оно все равно уже потому что ведет рамы. Учителя и ученики школы в селе Устинкино смотрят на мир сквозь трещины в оконном стекле. Не лучше обстоят дела и в классах. Марина Иванова спешит побыстрее проверить тетрадки первоклашек. Детей сегодня и вовсе нет. Причина тому – мороз за окном и холод внутри. У нас батареи, можете попробовать, они абсолютно холодные. То есть они даже не теплые. И на ночь я оставляю двери всегда открытыми, потому что в коридорах тепло. Одиннадцатый класс, проверочная работа у нас с вами заканчивается. Надеюсь, что мы выполнили работу все. Старшие классы стоически тянутся к знаниям. Судя по количеству работающих ламп, делать это приходится в потемках. По утрам, когда не рассвело. Проблема освещения в школе стоит так же остро, как и с отоплением. Ученики шутят, время будто остановилось. Мы живем в 21-м веке, хотелось бы побольше технологий. Мы живем в деревне, и здесь ни у кого нету сильных возможностей. В некоторых домах нету простых компьютеров. И хотелось бы, чтобы хотя бы в школе дети приучались к такому. В этом году школа в селе Устинкино обрела перспективу. В здании решено провести капитальный ремонт. Директор и первый выпускник Наталья Кмитов вспоминает, подобного не было с момента строительства здания. А ему уже 36 лет. В школе должно быть заменено полностью отопление. Полностью заменена вся электрическая, то есть электрика в школе. Полностью заменены полы. То есть у нас место, вы видели, наверное, наши такие не очень красивые полы. У нас будет кругом лежать линолеум. Капремонт в сельской школе стал возможен благодаря федеральной программе. Орджоникидзевский район единственный, где будет отремонтировано сразу два учреждения. В Устинкино и в селе Орджоникидзевское. В общей сложности на это планируется потратить около 70 миллионов рублей. Хочу отметить, что эти деньги пойдут не просто на ремонт, на покраску, на здание, а и на оснащение. А то, что мы видим здесь, конечно, говорит о том, что требуется оснащение, требуется оборудование, требуется сделать таким образом, чтобы школа после ремонта выглядела в полном смысле новой, свежей. Программа капремонта сельских школ поддержана президентом в Хакасии за два года. Их будет обновлено 10. Общая стоимость 150 миллионов рублей. Дети и взрослые из сел Устинкино и Орджоникидзевское уверены, следующий учебный год будут встречать в любимых школах и в новых стенах. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok